ГОМЕЛЬ В память о подвигу сегодня у Лоеве открыли бюст, помник героя Советского Союза Миколая Сушанова. Православная инициатива сегодня прошла пресс-конференция, присвеченная международному грантовому конкурсу. А сейчас об этом и иншим больше подробязна. В Беларуси и Казахстан активизуют переговоры об поставках нафты и нарушивании гандля. Про это ишла размова сегодня на встрече Александра Лукашенко с надзвучайным и полномочным послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертезбаевым. Стратегичные относины двух держав подмассовываются с уместными проектами. Помещь краинами и лидерами зауседы были добрые относины. Александр Лукашенко планует подчас будущего визита в Нур-Султан в рамках саммита ЕАЭС провести встречу с лидером Казахстана Касым Жамартом Такаевым и первым президентом этой краины Нур-Султаном Назарбаевым. Что касается наших торгово-экономических отношений, вы понимаете, что проблем особых нет. Есть дисбаланс торговли определенной в сторону Беларуси. Но вы должны знать, что в Казахстане производят массу товаров, которые нам очень нужны. Начиная от хлопка и заканчивая металлами. Мы готовы, как это было в советские времена, закупать у вас зерно. У вас излишки большие, они будут всегда, исходя из пассивных площадей урожайности, достаточно высокой, твердых сортов пшеницы. Поэтому урегулировать баланс торговли не является проблемой. Я думаю, что надо поручить нашей межправительственной комиссии заняться этими вопросами. Еще одна важная тема для обмеркования у Палации незалежности – повышение эффективности выкорыстания лесных ресурсов Беларуси. Доклад президенту представили вице-премьеру Владимир Дворник и керовник комитета держконтролю Леонид Анфимов. В целом, галена чувствует себя комфортно, однако без проблем не обошлось. Внутренний рынок поколь не готовы працевать с низкоякосной дровниной, а это страты ресурсу и грошей. Гомельская область – ваш партнер. Экономичный потенциал региона представили на юбилейной 20-й международной выставе «Вясна у Гомели». Урочистое ее открытие отбудется завтра, однако познайомиться с найновшими узорами продукции 300 предприемств и организаций Гомельской области, а так само замежных удельников можно уже сенья. Самая масштабная региональная выстава краины распочала работу. У легкоатлетичного манежа под ее отвели 5,5 тысяч квадратных метров. Среди новых удельников – надейные партнеры и старые сябры бизнесу пульности Гомельского региона. До прикладу Курска инвестационно-будовничая компания «Инженер» – 7 год супрационничая с Мозырским домобудовничим комбинатом. На выставу приехали показать себе, подтримать партнеры и поглядеть на иншие пропановы. Мозырские ДСК поставляют нам железобетонные конструкции, в частности панели. Там же находится постоянно бригада вахтовым методом, которая производит монтаж этих панелей, начинку инженерию, и все делаем мы сами. Все спрашивают, почему с Мозыря в Курск все-таки большое расстояние привезти панели. Оказалось, что выгоднее, чем купить у своих собственных поставщиков, которые находятся в нашем городе. И такого качества, как делают Мозырские ДСК, никто не может, даже в ближайших регионах к нам, никто не может предложить такого. На Супринь разместилась экспозиция Гандлево-Промисловой палаты Республики Молдова по автономным территориальному творению Гагаузия. Партнерство с гомельскими коллегами у них началось в далеком 1964 году. С того часу и непостоянные экспоненты выставы «Весна у Гомеля» все лето представили продукцию 15 компаний Гагаузии. Каждый год мы стараемся здесь быть, поддержать наших коллег, чтобы показать предпринимателям нашим возможности Гомельской области, опыт Гомельской области, обменяться нашим опытом, который у нас есть. В конечном итоге дает очень хорошие плоды, очень хорошие и интересные предложения возникают, инвестиционные проекты, бизнес-планы. Удельники выставы «Весна у Гомеля-2019» отримливают уникальную махчимость представить свою продукцию и послуги международной бизнес-упольности. Бо выстава проходит разом с экономичным форумом, на практице доказано. Тут знаходят деловых партнеров и устанавливают стабильные коммерцийные связи. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадо «Компания Гомель». Тем часом Гомсельмаш рихтуется представить больше за 20 узоров сельско-господарчей техники на международной специализованной выставе «Белагра-2019». Она пройдет с 4 по 9 червяня у агрогородка «Щомыслица». По словам специалистов, экспозиция будет интересна не только аграриям, но и предприятиям энергетики, лесной господарки, паперопрацелцы Торфу. Тут же можно будет отримать информацию об программах финансования лизингу. Как поведомлялося, что готовый форум аграриям «Белагра», обогульняя международный опыт у агропромысловым машинобудовании, служит для пошуку инновационных решений в сфере экологично безопасных материалов и безотходных технологий. На третьей погранзаставе Лоевской комендатуры Гомельской пограничной группы сегодня открыли бюст – помник героя Советского Союза Миколая Сушанова. В этой заставе его имя было присвоено указ тречнику минулого года указом президента Республики Беларусь. На урочистостях побывал Олег Сенцерову. Для пограничников Лоевской комендатуры это не только сопроводное свято, но и знаковая падея. Да, к стречнику минулого года, когда был подписан ответный указ президента, в Беларуси было 13 имяных погранзастав. Лоевская стала 14-й. Прикладно месяц тому указ армии третьей погранзаставы установили ложек Миколая Сушанова, тот же портрет героя и фуражку пограничника до военных часов, оборонять межи Советского Союза, и он почав еще в 1940-м годе. Подчас Великой Айчины лейтенант Сушанов вызначился с початку на Курской дюзе, где был узнагороджен орденом Ленина. Потом у 43-м в боях под Лоевым, где разом с бойцами своего подразделения захопил и трое суток утримливал плацдарм. В 44-м он стал героем Советского Союза за узорное выконание боевых заданий и проявленное при этом можность и героизм. Для нас и во времена Советского Союза, и сейчас, период истории Республики Беларусь, всегда именная пограничная застава – это значит отличная. Поэтому это им аванс для того, чтобы действительно они стремились к лучшему, показывали лучшие результаты в оперативно-служебной деятельности, в охране государственной границы и обеспечении пограничной безопасности Республики Беларусь. Есть граница, есть независимость, есть государство. Граница – это еще экономическая безопасность, которой нам сегодня приходится следить за теми моментами, которые определяют экономические постулаты. Это торговля между странами, это движение транзитного транспорта. Беларусь памятая – это выраз можно применить и до открытия на третьей пограничной заставе бюста помника Героя Советского Союза Миколая Сушанова. В Лоевском районе у Вогли проводится великая работа по увековечиванию памяти у денег у Великой Ачины. Подчас сегодняшнего мероприемства презентуется проект, который в рамках акции «Беларусь памятая» реализует Лоевский музей битвы за Днепр. Каждое наведывание к установке можно на солдатском вести трех в угольнике написать слово подяки ветеранам. На кшталт дякуем вам за подвиг и героизм. Вы зарабили немогчимые, передолившие сусветное зло фашизм. Обицаем вам заховывать мир и добробыт Краины. Письма «Треуголки» хранятся в музее. Их порядка ста, наверное, уже может даже больше. И мы планируем когда-нибудь сделать выставку этих благодарственных писем, которые были написаны в рамках нашей такой акции. Неогдя дичь на значность подеи, на открытии помника бюста Героя присутствуют не все военнослужащие третьей пограничной заставы. Ахова границы не споняется ни на хвилину, причем не только на суше, а и на раце. Справу, яку 1940-м починал пограничник Миколай Сушанов, протягует сучасная военнослужащая у зеленых фуражках. До речи, не глядя дичь ни на что, подчас войны герой застався живы и помер в 1997-м годе. До опошнего дня самым головным святом для его был День Перамоги. Для нашей семьи это был самый главный праздник, то есть День Победы. Это была неотъемлемая часть. Мы постоянно были рядом с дедушкой и данный праздник проходил очень печально, на эмоциях, воспоминаниях. И когда у дедушки спрашивали, какие самые страшные потери на войне, он всегда отвечал, это людские. Олег Центеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомит» Злоева. Министерство по надзвычайных ситуациях протягивает проведение акции «Не покидайте детей одних». Сегодня в ее рамках отбылась встреча с женщинами, которые находятся в областном родильном доме. Покидать малых без нагляда даже на несколько минут – великая риска. Минимального часа можно хопить, как утворилась надзвычайная ситуация. Поспробовать некую ваткость на смак, лезть на окно и проглынуть таблетку с незачиненной аптечки. Трагичных выпадков с уделом детей на Гомельщине с кожным годом становится меньше. Але навод одно страченное життя – это трагедия не только для конкретной семьи. Если ребенок остается без присмотра, он же не ищет опасность, а просто играет. И зарегистрированы случаи выпадения детей из окон, получения ожогов кипятком и утопления. На этот раз акция «Не покидайте детей одних» проходит на территории областного роддома. Организатор областного управления МНС при уделе доброохвотного пожарного товариства «Белой Руси» предприемства «Мелковита». Первый этап – веншавание семьев, которые сегодня выписываются из больницы. У Галины и Владимира это шестое дитя. На питании журналистов хлопчик сдается спробуй отказывать одночасово с батьками. Стараемся обезопасить детей своих? Конечно, максимально. Чтобы они не оставались дома, ни дома, ни на улице. Стараемся их не отпускать одних. Есть шесть семьи, которые принимают дело в акции «Холодовы» у их четвертое дитя. И каждое мякиное у них народился другой сын. Кожная из этих семьев уже умае в опыт выхования малых, а тому есть уповненность, что и новонародженные будут под надейной опекой. И еще про несколько минут супрацовники МНС переходят непосредственно в палаты, где проходят профилактические беседы с женщинами. Не во всех из них есть дети, а тому парады вратовальника лишними не будут. Створить для малых беспечные умовы у квартиры и не покидать без нагляда на улице – першичарговый батьковский обовязок. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Социальный проект Гомельской епархии «Одинство дорогой веры» стал переможцем международного грантового конкурса «Православная инициатива». Об сутностях этой инициативы створальники рассказали подчас пресс-конференции. Мета проекта «Популяризация и умоцевание православных каштовностей» – прозактивный лад життя. На первом этапе он будет накированный на людей с обмежеванными махчимостями. За кошмин гранта набудут велосипеды. Их переобстолюют при допомозе техничного партнера одного с автоцентра «Гомеля». В рамках проекта будут проходить велопрогулки, велоквесты и здесь снятся велопаломництвы. Тут допоможен еще один партнер – велоклуб «Карбон». Дорогая инициатива возникла не на пустом месте. Гомельская епархия уже несколько годов ладит разные веломероприемства. «При участии велоклубов будут организовываться различные мероприятия для людей с ограниченными возможностями, потому что здесь нужна будет и помощь, это и поездки по святыням родного края. Но кроме всего этого еще в проект будет входить и организация таких, как православные квесты, путешествующие, паломнические квесты. Велосипеды будут находиться при храмах некоторые, можно будет ездить по городу, по установленному маршруту, посещать храмы, посещать наши исторические места». Первое мероприемство проекта «Одинство дорогой веры» планует провести 31 мая в Корме, в День памяти святого Иоанна Кармянского. В Гомельском державном медицинском университете пройшел республиканский конкурс «Моя студентская семья». У них приняли в дел 6 пар, которые учатся в медицинских ВНУ Минска, Витебска, Гродная и Гомеля. Кому досталась перемога, расскажет Ганна Корольчук. Спочатку, будучи урачи, змогались за право трапить в финал в своих университетах. Потом лепшие студентские семьи приехали в Гомель на республиканский конкурс. Дорога, все льтоудельников вдвоя больше, чем летость. Первым выпробованием для них стал конкурс видеороликов «Наш университет». Далее шли визитная картка «Конкурс «Моя другая половинка» на ведание якостю и интересов один одного. Тест на взаиморазумение у семьи и демонстрация творческих здольностей. По выниках конкурсных номеров третье место досталось и семье Копыловых с Гомеля. Первое и другое место – у пары с Гродзенского медицинского университета. Семей Гердзюк и Илья Шевиш. Семья у нас молодая, 4 месяца. Познакомились уже давно, 5 лет прошло. Встреча, когда моя супруга поступила в Гродненский государственный медицинский университет. Там начали встречаться. Никита лечебный факультет заканчивает, а я медико-диагностический факультет. Никита уже 6 курс, я 5, потому что так как МД 5 лет. В Гомельском медицинском университете этот конкурс проводится уже четвертый раз. Первые два и он тычился только нашей в области. А в минулом ходе вышел на масштаб краины. У ликой его организаторов так само выступает областный комитет профсоюзов работников аховы здоровья. Подтремливают молодые студентские семьи работа удячная и необходимая. Когда юнаки и девчата будут отчувать, что им допомогут и пойдут на встречу, они будут мкнуться и узаконить свои отношения и махтимы завести детей еще в университете. У нас в университете более 50 супружеских пар, где и муж, и жена студенты нашего университета. Есть семьи, в которых дети. Есть семьи, в которых не по одному ребенку, а в одной семье четверо детей, где оба родители студенты нашего университета. Поэтому эта тема для нас актуальна и интересна. Насколько я знаю, этот конкурс единственной республики, который объединяет семьи вузов одного профиля. В данном случае медицинские университеты. Ганна Каральчук, Александр Харламбов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». ГТА, а так само и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами разведываюсь. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Обстановка на дорогах области остаётся достаточно напряжённой. Практически ежедневно фиксируются случаи с гибелью и травмированием людей. Вчера под колёсами оказался велосипедист. Сегодня утром погиб пассажир внедорожника. Авария произошла в Гомеле на пересечении улиц Огаренко и Сверидова. Автомобиль марки «Ниссан» на высокой скорости выехал на тротуарную часть и врезался в осветительную опору. Удар был настолько сильным, что основание мачты сильно деформировалось, а у автомобиля раскурочило всю переднюю часть. Внедорожник развернуло и отбросило на дорогу. Чудом не зацепило людей. Металлическая опора спасла их от наезда и устояла в результате ДТП. Под ней поднялась даже брусчатка. Повернулась, слышу удар. И летят от машины части машины. То есть фара вот сюда прямо залетела к магазину. Ну и всё, и колесо, вижу, валяется. Брат успел перейти, вот именно он перешёл, а девушка успела отскочить. И всё на этом. И уже тогда люди стали собираться. На панели прибора в автомобиле стрелка спидометра застыла на отметке в 130 км в час. За рулём находился водитель, а рядом сидел пассажир. Первого доставили в больницу, второй погиб на месте. Обстоятельства и личности мужчин устанавливают следователи. Как сообщили медики, водитель практически не пострадал. У него ушибы и ссадины. Сейчас выясняется, находился ли он в состоянии алкогольного опенения и почему совершил ДТП. Ясно одно. Если бы на пути внедорожника не оказалась металлическая опора, машина пошла бы прямо на пешеходов через переход в сторону продовольственного магазина. По факту смерти пассажира в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Проводится выяснение всех обстоятельств ДТП. А накануне тракторист одного из предприятий Гомеля, управляя служебным трактором МТЗ с прицепом, двигаясь около 14 часов по улице Некрасова в агрогородке Красное Гомельского района, совершил наезд на двигавшихся в попутном направлении местного велосипедиста. В результате 42-летний мужчина был госпитализирован и позднее скончался в больнице. У водителя также взяты на анализ биологические образцы для проведения экспертиз на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении троих жителей агрогородка Юровича Калинковического района, обвиняемых в совершении ряда преступлений. Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября 2018 года в агрогородке Юровичи обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в домовладение супружеской пары. Действуя с особой жестокостью, злоумышленники нанесли супругам множественные удары по различным частям тела, в том числе в области расположения жизненно важных органов. После этого они избили соседа потерпевших, который оказался рядом с места преступления. От полученных телесных повреждений прохожий скончался в больнице. Супруги выжили. Для расследования дерзкого нападения на сельчан была создана следственная группа, работа которой находилась на личном контроле начальника управления Следственного комитета. Следователи собрали доказательства по нескольким фактам противоправной деятельности обвиняемых. В ходе расследования сотрудники Следственного комитета уделили пристальное внимание выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. По инициативе руководства управления Следственного комитета в Юровичах был проведен сельский сход с местными жителями. Внесен ряд представлений в субъекты профилактики. Следствием также установлено, что в марте прошлого года двое обвиняемых на улице Агрогородка избили местного жителя, используя топорище. В октябре двое злоумышленников, уже в другом составе, пригласили в гости другого односельчанина, нанесли ему не менее 30 ударов руками и ногами и поместили для устрашения в подполье. В том же месте самый старший из обвиняемых изнасиловал односельчанку. На основании доказательств действия обвиняемых квалифицированы как убийство, покушение на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью, особо злостное хулиганство. Очередной случай выпадения ребенка из окна многоэтажки зафиксирован в нашем регионе. ЧП произошло вчера в поселке Криничный Мозырьского района. В 21.24 в приемные покои Мозырьской центральной районной больницы был доставлен двухлетний мальчик. Малыш с политравмой помещен в реанимационное отделение. Выдавив москитную сетку, он какое-то время постоял на подоконнике, а потом выпал из окна. В ходе вызова на место происшествия установлено, что несовершеннолетний выпал из окна третьего этажа. Также в ходе засмотра места происшествия установлено, что на оконной раме отсутствовало устройство, предотвращающее открытие створки окна. Сотрудники Следственного комитета в очередной раз обращают внимание на то, что несовершеннолетние дети не должны оставаться без присмотра родителей. Также следует обратить внимание на оборудование оконных рам специальными защитными устройствами, предотвращающими открытие самих оконных рам. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Только представители сильнейшего квартета по итогам регулярки. Стали известны все полуфиналисты чемпионата Беларуси по мини-футболу. Витен в третьем поединке четвертьфинала обыграл Борисов 900-4-2. И в следующем раунде плей-офф сыграет со столицей. Вторая полуфинальная пара чисто гомельская БЧ-ВРЗ. Решающий матч против неуступчивой охраны «Динамо» для вагоностроителей начался не лучшим образом. Забить на первых минутах не удалось, а вот мяч в свои ворота получили. Во время очередного подключения к атаке голкипер гомельской команды Юрий Дегтяренко угодил в Якубова, мяч от которого прямиком направился в сетку ворот. Вагоностроители осадили ворота соперника, однако преодолеть оборону минчан не удавалось. На последней минуте первого тайма задача выхода в полуфинал для гомельчан усложнилась. Лазовский точным ударом завершил контратаку своей команды 0-2. К счастью, еще до перерыва лучший бомбардир ВРЗ в этом сезоне Рогачев успокоил и трибуны, и своих партнеров по команде. Мяч влетел в ворота охраны под звук сирены. После перерыва вагоностроители заиграли быстрее. Высокий прессинг и постоянное давление со стороны соперника вынудили столичную команду прижаться к своим воротам. Динамовцы успешно отбивались до 30-й минуты. При розыгрыше аута Селюк навесил на Рогачева. Тот слету пробил 2-2. После этого стало понятно, что вагоностроители на кураже дожмут соперника. Это было делом времени. Автором третьего гола ворота гостей стал Золотухин. За 5 секунд до финальной сирены Лавр уронил на паркет, рвущегося к пустым воротам все того же Золотухина. Красная карточка, а Рогачев с 10-ти метрового оформляет хет-трик. Когда команды подходят к решачьему матчу, тут шансы 50 на 50. Тут уже нет ни первого места, ни восьмого. Наверное, помог гол в раздевалку. Это вернул нас немножко в игру. Во втором тайме мы уже вышли из первых секунд. Понеслись. Видно было, что мы просто смяли уже соперника. Соперник просто играл на бой. Я считаю, что мы полностью расслужили сегодня победу и выход в полуфинал. В полуфинале болельщиков ждет гомельское дерби. Первый матч пройдет 26 мая на паркете спорткомплекса «Локомотив». Второй на этой же арене 30 мая. В Берлине завершилось первенство Европы по киокусинка и карате среди юношей и юниоров. Белорусы завоевали 4 награды серебро Александра Саниковича из Минска. На третью ступень пьедестала почета поднимались гомельчане Денис Дыдалев и Богдан Аскачок. А также Руслан Исмаилов из Лиды. Сборная Гомельской области заняла второе место в командном зачете республиканской спартакиады детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. В Витебске соревновались юношей и девушке 2004-2005 годов рождения. В копилке нашей команды 7 золотых наград. 7 серебряных и 4 бронзовых. Первую строк общего зачета заняли легкоатлеты из Брестской области. Спартакиада Дюс США была главным этапом отбора на Балтийские игры, которые в июле пройдут в шведском городе Карлстад. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры подогнал «Симон»!